сегодня 6 июня день великого русского языка сегодня день рождения пушкина александра сергеевича и сегодня вот я нахожусь на недалеко от судака то в рида арт и должны сегодня скульптуру открывать сейчас мы прогуляемся я вам покажу все я еще сам туда не дошел пока ждал маршрутку пока туда-сюда и так часто они сюда ходят еще два километра нужно пешком пройтись от от трассы получается давайте сначала посмотрим что происходит на пляже меганом но потом прогуляемся в ту сторону до пляжа спортивного где открылись скульптуру сегодня кстати может он и пишет когда украинского языка день тогда на русском языке поздравлю вот ну что людей достаточно много принципе ну камера немножко отдаляет далека туда не пойду уже на пляж вот пляж меганом там уже шезлонги и каяки все что все что только можно раньше он был когда-то такой полу дикий пляжик но сейчас уже и столовая вот открылась видимо уже магазинчики скоро будут открываться детская площадка здесь тоже по-моему зимой построили в том году ее не было уже в конце сезона я не было здесь вот здесь ресторанчик у такой вот есть правда здесь цены такие ресторанного типа с america на 150 рублей по моему стоит или даже 200 так глянем быстренько сколько американскую устрицы мидии сэндвич и сэндвич чуларой 350 рублей холодные напитки вода без газа с газом 100 рублей бутылочка 05 ну такие короче ресторанов довольно далеко до ближайшего магазина вот так что берите с собой еду воду есть вот устричный пляжик тоже здесь индивидуальные такие ресторанчик ресторанчики небольшие маленький пляжик внизу на его сейчас еще облагоустраивают сейчас не довели до конца вот он чебурашка 2 я здесь снимал кто не смотрел посмотрите топовые пляжи на канале все три чебурашки здесь нашел довольно далеко между ними идти конечно километра два или даже три между каждым чебурашки так тут вообще стоянка здесь себя тут стоянка для машин есть вот здесь вот я смотрю она ну очень много там машин еще в принципе даже сезон толком не начался но уже там много машин по сути здесь пешком сюда на мало людей ходят вот есть конечно тут еще самокаты которых можно но я все пытался пытался подключиться к этому самокату короче не знаю надо будет еще раз попробовать короче вот пешеходная дорожка вместе с велосипедной и вот здесь вот еще наверно будет автомобильная я думаю скорее всего его ее так будут открывать по пропускам по каким-нибудь что здесь все-таки курортная зона вот строй стройка идет полным ходом тоже ресторанчик какой-то видимо будет инфраструктура строится потихоньку туалет его или асфальт что ли да вот здесь вот проехала машина я увидел что это из тавриды из вот этой всей кухни своей наверное здесь свои машины будут ездить только общественные здесь не будет и здесь вот смотрите вот делается что-то тоже площадка насыпано щебнем ну людей так нормально ну как бы учитывая то что это как бы окраина так сказать судака вода вдалеке от города людей немало естественно что не не прям толпы кстати я хочу сказать не про смешат и люди когда например например когда иду на переда пишу пишу в описании что крым там пустой ну я имею ввиду не то что он вообще пустой а так немножко как бы мало людей по моему или или толпы людей мне мне очень знаете как веселят такие люди которые две недели побыли в крыму допустим и и смеются надо мной что крыль что здесь типа толпы людей друзья чтобы смеяться надо мной нужно знать что я здесь родился с с 12 лет я был связан со всем со всеми со всеми со всеми туристами и оправдавал с 12 лет ракушки там туристам потом на пляже работал потом барменом потом еще десять лет на на катерах работал я единственный блогер который прям прям прямую связан связан с туристами был всю жизнь практически можно так сказать и привет и и и меня просто удивляют такие люди которые не верят блогеру которые ходят пешком ездят на общественном транспорте вот и видят это все своими глазами и если я говорю что много людей это не значит что я сравниваю с метром с московским метро это значит что в конкретный период времени на этом месте учитывая всю ситуацию и даже учитывая то что происходит в мире вот в конкретном городе много людей я это говорю вот это все и всего все эти нюансы я учитываю учитывая время года учитывая погоду учитывая время суток и мне просто я когда мне пишут ой это что толпы людей у меня просто такие я смеюсь над теми кто мы кто надо мной смеется это просто мне просто веселит это все человек который мы с математическим складом ума не верит короче человеку первый раз который меня увидел мне не верит ты сначала узнай кто тебе это говорит вот а потом уже и говори правильно я говорю что здесь толпы или нет а тут и начинается вот рассказывать мне это толпы это не толпы 2 на две недели приехал в сезон в пик сезона и теперь мне рассказывает что в мае допустим это это не толпы это же все учитывается ребят я жгешь вы если вы смотрите мои видео я конкретно говорю для этого периода времени учитывайте всех все каждое мое слово для этого периода времени для этого времени суток это много людей в крыму вот так что не смешите местного жителя своими комментариями так ну что друзья где-то здесь должен вот это по моему спортивный да вот человек с мечом человек и человек и девушка с веслом они пляж миндальный написано так ладно сходим сюда а действительно здесь друзья миндальный написано было что в спортивном она ведь вот люди тоже пришли пофоткать а день 6 июня тени русского языка день александр день рождения александра сергеевича пушкина сегодня так из 33 богатырей осталось пятеро я так понимаю я не успел на открытие потому что у нас маршрутки ходят каждые три часа только это место ну это из сказки пушкина понятное дело вот немножко мне кажется недоработано это все композиция знаете почему я вспоминаю у нас есть в симферополе в парке подобные вот такой вот памятник и они как-то вот уходят как будто головы они как бы вдаль уходят можно было сделать так чтобы они в море уходили вот или к или наоборот поднимались из моря ну в принципе нет тоже неплохо дядька черномор правда не не выделяется ничем может может покрасит их потом как-нибудь а 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 много людей фото собрается Субтитры делал DimaTorzok 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 Это получается и есть пляж спортивный Только там по-другому, как он там назывался, я уже забыл Название другое какое-то Пальму посадили Будут трясти, нет? Футбольная площадка здесь Там волейбольная площадка, две штуки Погодка затянулась, затянула облаками Место интересное, только добираться далеко Вот, и недешево здесь все Так, ну что, друзья я узнал как его делали короче оказывается они эти скульптуры напечатанные на 3d принтере и покрыты каким-то покрытием представляете ну это буквально можно сказать пластик внутри просто сверху они чем-то обработаны интересно свежий бетон как будто может сегодня может вчера где-то сделано делали ой ой намочился мол на клуб кстати да даже дешевле чем судаке прокат катамуранов 800 рублей стоит сап это доска такая 500 рублей стоит дайвинг от 4 4 4 спали на 1000 дайвинг стоит короче на прокат цена нормальная на прокат например катамарана 800 рублей час вот и сап 500 рублей но это нормально каяка 700 рублей час стоит каяк кто-то говорил мне кстати что не хватает растительности я согласен с этим но я заметил вот как раз вешу сюда шел два километра дороги заметил что маленькие посаждения ну маленькие деревья деревья уже как бы там по насажены я не знаю правда насколько они они незаметно конечно так если не смотреть именно не выглядываться но вот мне кто-то за сказал я начал замечать что деревья начались ну как деревья деревья посажены не знаем сколько они примутся или вот я даже не знаю что это кто-то мне писал в том году я уже забыл название вот этих вот растений здесь видимо забросили стройку хотя нет хотя смотрю бассейн полный бассейн полный воды я думал что здесь будет какая-то какой-то отель и вот как раз сейчас я вам покажу здесь наверно дверь закрыта сейчас отсюда покажу как-то и странно с калитки эти ставят непонятно вроде как можно пройти они а почему-то здесь закрыта вот тут и кольца и тренажеры есть и точно закрыта зачем закрывать непонятно и даже блины там всякие ну вот эти штанги всякие разные только хоть какие только хочешь вот как-то так друзья открыли новый арт-объект здесь ну такой интересный в принципе отчитывая то что он из пластика и на 3d принтере сделан а вот что ж пока пока отправляйте донейшины пишите комментарии ставьте лайки вот можно кстати с любой точки мира отправить донат там ссылка есть в описании вот если боитесь там свою карту вводить для этого есть у меня ссылки на бесплатные карты российские там газпром втб альфа-банк и плюс вам халявы до 1000 рублей придет она абсолютно бесплатная на весь срок использования только по моим ссылкам в каждом виде под каждым видео они есть вот можете заказать себе такую карту вот и пользоваться например нужно вам что-то купить в интернете многие боятся там свою карту использовать потому что мало ли там кто-то получит данные можно вот такую карту завести себе использовать там для покупки в интернете больше например купить там что-нибудь за 100 рублей или за 200 вместо не с основной своей карты покупать а такой виталику 50 рублей за за работу закинуть ладно друзья пока 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 Продолжение следует...